Игуана Продюксион и Веневисион Интернешнл представляют телесериал «Подсолнухи для Луси», 82-я серия. В фильме снимались Джанелла Нейра, Хорхе Равен, Пабло Мартин. Альберто Исоло, Ивон Фрессенет, Марсело Оксенфорд, Анна Мария Хардан, Даниэла Сарфатти и другие. Альберто Исоло, Иван Фрессенет. Оператор Фернанде Вега. Авторы сценария Дорис Сиги, Роса Климента, Пол Саласар, Эльса Ичевария. Композитор Стефано. Режиссеры Альда Сальвини и Лучо Бариос. Продюсер Луис Леоса. Как вы могли? Почему вы позволили Лусии совершить такое безумие прямо у алтаря? Ну что, довольны? Разве справедливо, что Паула все узнал только в последний момент, причем от Кармини, в то время как самые близкие люди все знали? Все знали. На что вы рассчитывали? Мечтать это не по моей части. Я привык смотреть правде в глаза, не уклоняться от ударов судьбы. Я привык к жертвам, вот к чему я привык. Папа, я потеряла любимого человека. Из-за своего вранья, из-за своих фантазий. Папа, клянусь, что больше никогда, никогда, я не буду никем, кроме Лусии и Треви. Оставь меня, пожалуйста. Уходи. Я буду оплакивать свою умершую дочь. Они все знали, но ничего не сказали. Нет, Рихина, ты не представляешь, какая она гадюка. Роберта и Вероника тоже стали ее жертвами. Роберта, конечно, клюнул на ее прелести. А Вероника? Кто знает, что она ей наплела? Наверное, разжалобила рассказами, что она бедная девочка. Неужели ты еще не поняла? Вместе со своей семьей она разработала план, чтобы посмеяться над фамилией Ландаэта. Простите. Если хотите, я зайду потом. Нет, нет, останься. Надеюсь, ты больше не будешь поддерживать безумные планы Лусии и Роберта. По-моему, уже хватит лгать. Да. Извините. Как ты? А ты как думал? Я бы хотела идти, 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 идти аж до самой России. Чтобы никто не видел моего лица. Лусия. Ты, правда, слишком увлеклась этой историей с графиней. Но тебе хватило характера, чтобы исправиться. Прямо в церкви, на глазах у всех. Но такое мало кто бы решился. Ты приняла смелое решение. Скажи, почему ты решила отменить свадьбу? Что случилось? Не знаю. Я собиралась принести клятву перед Господом, но не решилась. Достоинство, которое осталось, помогло мне принять правильное решение. Какой стыд. Роберта, я знаю, теперь мне придется защищаться от их нападок. Я очень боюсь. Но боюсь не за себя, а за своих родных. Вдруг Хасе Симон захочет отомстить моей семье. Если он причинит им боль, я этого не вынесу. Ведь это я во всем виновата. Все, все, не волнуйся. Ничего с ними не случится. Можешь за них не волноваться. Я не за себя волнуюсь. Что ты, Лусия? Роберта. Ты можешь мне пообещать. Обещай. Обещай, что всегда будешь защищать моих родных. Обещай. Что бы ни случилось, ты не бросишь мою семью. Лусия. Клянусь, что с ними ничего не случится. Ни с тобой, ни с ними. Я всегда буду помогать вам. Ты настоящий ангел. Только не надо меня идеализировать. Я просто люблю тебя. Люблю. Ладно. Сейчас не самый подходящий момент для этих разговоров. Хочу тебя поблагодарить за все, что ты сделал. За то, что ты мне сказал перед свадьбой. Я посмотрела на себя другими глазами. И что ты собираешься делать? Перестану врать. Правда, это все, что мне осталось. С этим я выживу. Не знаю как, но выживу. Как говорит тетя Мария, другого выхода у меня нет. По-моему, это правильное решение, Лусия. Другого выхода у нас нет. Только помни об одном. Я всегда буду рядом. Буду ждать тебя. Хватит. Успокойся. Ты мне за все заплатишь, Роберто. Значит, ты любишь Лусию, да? Подлец. Как ты мог? В какой момент Лусия и этот мерзавец нашли общий язык? Что ты мне хочешь сказать, Сабрино? Что я должен знать? Слава богу, что ты пришел. Я жду, Сабрино. Что я должен знать? Дай мне тебе объяснить, Хаса Симон. Объяснить? Конечно, ты мне объяснишь, что делала тут с моим братом. Разговаривала. Разговаривала? Да. Разве в этом есть что-то плохое, если я говорила со своим будущим родственником? Не очень-то вы похожа на двух родственников. Хаса Симон, успокойся. Успокоиться? Как я могу успокоиться, зная, что ты преследуешь мою невесту, как стервятник? Синьоры, ведите себя, как цивилизованные люди. Хорошо, хорошо. Я тебе скажу. Это правда то, что ты подумал. Я преследую Сабрино, потому что она мне нужна. Именно поэтому ты видел меня в школе. Я ее преследую. Подлецы. Вбей себе в голову. Сабрина моя. Она моя невеста. Ты понял? Моя невеста. Ты в этом уверен? Как далеко... Как далеко зашли их отношения, если Роберто признался, что любит ее? Роберто... Роберто не мог. Нет. Но... Ведь она до сих пор не отдалась мне. Простите, сеньор, я осмелился. Я плачу тебе не за смелость, Гордон. Ты меня понял? Вон, убирайся! Кто мог подумать, что эта девчонка с таким наивным видом решила всех нас обмануть? Моих сыновей, меня. Твое возмущение имеет имя Рихина. Лусия Треви. Не забывай. Эта карьеристка, гадюка, хочет утвердиться любой ценой. Неужели ты не видишь, что ее единственная цель – посмеяться над тобой? Над Хосе Симоном, над всей семьей? Привет, Карина. Мама, прости, я не думала, что ты занята. Не волнуйся. Я зашла предложить вам свою поддержку. Не забывайте, что эта девчонка работает в моем магазине, и я много о ней знаю. Так что, когда вам понадобится, можете на меня рассчитывать, Хосе Симон. Спасибо, Карина. Главное теперь добиться, чтобы ее посадили за решетку. Не волнуйся, Карина. Мои адвокаты уже занимаются этим. Это просто невероятно. Карина, господи! Я устала обсуждать Лусию Треви. Прости меня, дочка, я так расстроена. Нет, нет, не волнуйся, Рихина. Просто во мне говорит возмущение. Но лучше я вас оставлю. Пока. Спасибо, Карина, и до свидания. Мама, успокойся, пожалуйста. Все уже позади. Успокоиться? Эта женщина смеется над нами, а мы сидим, сложив руки. Пора что-то делать. Мама, клянусь, Лусия Треви проведет остаток своей жизни в тюрьме. Клянусь. Что с нами, сынок? Как идет расследование? Неужели нет ни одной фотографии в доказательство этой авантюры? Не стоит, мама. Все было чередой совпадений. Кто знает, не исключено, что она все заранее продумана. Эти люди настоящие профессионалы, мама. Сумели даже внедрить своего шофера. Какого шофера? Разве ты не знаешь? Шофера. Энсо. Энсо? Да, мама. Энсо Треви. Энсо и Лусия – двоюродные брат и сестра, мама. Сообщники. Не могу в это поверить. Энсо и Сабрина? Лусия, мама. Привыкай. Как ты узнал? Случайно. Несколько дней назад. Я был в пансионе, где живет этот сброд. Мама, какой же я идиот. Сам туда поехал вручить стипендию одному сопляку. Конечно, эту стипендию я заберу назад. Конечно. Какие подлые люди. Они еще пожалеют, мама. Клянусь, они об этом пожалеют. Простите, синьора. Я принес номер телефона шофера. Набрать? Нет, мистер Гордон. В этом уже нет необходимости. Что теперь будет с магазином деликатесов? Одну из двух. Или меня уволят, или я уйду сама. Филиппо, ты бы мог забрать мои вещи? Да, я все сделаю, не волнуйся. Спасибо. Филиппо, прости, что я втянула тебя в эту авантюру. Пойду отдохну. Лусия, все наконец кончилось. Все. Прости, что я тебя в это втянула. Послушай, послушай. Ты моя сестра. Мы больше, чем кузины. Мы близкие люди. Что бы ни случилось, я была с тобой, потому что сама так хотела. Да? Наверное, Энсо тоже очень переживает. Не волнуйся. С ним все в порядке. Он очень тебя любит. Просто невероятно. Ее фото с тем типом показали по телевидению. А помните, когда они играли в это, в Кегли, она еще сказала, что это не она, а похожая на нее девчонка. И мы ей поверили. Может, ты помолчишь, Тито? Нет, нет, я просто вспоминаю. Меня она тоже обманула. Знаешь, чего она хотела? Чтобы я работал поваром в отеле, готовить для графини, то есть для нее. она хотела пойти работать актрисой, я ей поверил. Тито Миньетто и поверил. Значит, все что-то знали, да? Да. Лусия слишком умна. Все продумала. Все, кроме себя. Я одного боюсь, как бы эти люди не решили ей отомстить. Не дай бог тебе оказаться пророчицей. Куда ты, Энса? Хочу поговорить с семьей Ландаэта. Что? Ты спятил? Эти люди уже знают, что ты, Лусия, кузены и хотят нам всем отомстить. Мы как раз говорили об этом, правда, Тито? Да-да. Это все равно, что залезть в волчью пасть. Я не трус, тетя. Видала я таких храбрецов на кладбище. Я не собираюсь предъявлять им претензии, а хочу только увидеть сеньору Рехину. Раньше она мне доверяла. Это длинная история, тетя, но когда-то она мне очень помогла. И я должен ей все объяснить. Можешь позвонить ей по телефону. Зачем тебе туда ехать? Нет, нет, тетя, это не телефонный разговор. Останься лучше с Крестом и с Лусией. Сейчас ты им нужна, как никогда. Ладно. Фунчита! Фунчита! Куда ты пропал? Его здесь нет? Я уже несколько часов его ищу, бесполезно. Правда, я его уже давно не видела. А в подвале искали? Это его любимое место, с Тато. Да я все уголки обыскала. Как странно, что его нет. И один, потому что Тато здесь. Тато, ты не знаешь, где Фунчита? Я уже несколько часов хочу вам сказать. Но так как в этом доме никто не обращает на меня внимания... Говори же, наконец. Фунчита ушел из дома. Что? Да. Как? Что? Фунчита! Еще одна напасть. Скажи, Сабрино. Тебе когда-нибудь говорили, что ты самая прекрасная женщина на планете? Дай сосчитать. Никогда. Не верю, Сабрино. Уж точно за тобой бегает целая армия поклонников. Нет, еще никто в меня не влюблялся. Нет? Нет. Значит, пора исправить эту ошибку, Сабрино. Сабрино. Да, кажется, все в порядке, Кальканю. Выдавала себя за другого человека, подделка документов, моральный ущерб, злой умысел и преднамеренность. Да. Ты думаешь, этого достаточно, чтобы уничтожить Лусию Треви? Всех этих обвинений хватит лет на десять. А если мы к этому добавим вес фамилии Ландаэта, то никаких проблем. Прекрасно. И когда ты думаешь под дотиск? Когда хочешь. Можно прямо сейчас. Я хочу уничтожить этих людей, Кальканю. Хочу всех их уничтожить, понимаешь? Лишить их работы, денег, всего. Всех. Всех, потому что они все посмеялись надо мной, Кальканю. Алло. Алло, Хосе Симон? А тебе еще хватает наглости звонить? Хосе Симон. Прошу тебя, выслушай меня в последний раз. Простите, сеньорита, мне не о чем с вами разговаривать. Обращайтесь к моему адвокату. Хосе Симон. Ты же знаешь, что нам нужно поговорить. Сделай это ради того чувства, которое ты когда-то ко мне испытывал. Испытывал? Как можно быть такой циничной? Хосе Симон, умоляю тебя, давай встретимся в четыре часа в парке рядом с корпорацией. Я не разговариваю с преступниками. Хосе Симон, прошу тебя. Я буду тебя ждать. Несмотря ни на что, я люблю тебя. Это она? Да. Какой цинизм? И что она хотела? Говорит, что хочет встретиться. Что нам нужно поговорить? Прекрасно. Вызови ее, и мы отправим ее в полицию. Не знаю, кальканью не знаю. Хосе Симон, это может оказаться ловушкой. В эту минуту она, наверное, пересекает границу. Эта гладранка никогда не была за границей. Ты ее недооцениваешь. А раз Лусия Треви смогла обмануть тебя и всю твою семью, она на все способна. Нужно отправить ее в полицию. Посмотрим, кальканью, посмотрим. Дай мне подумать. Я тебе позвоню. А сейчас, пожалуйста, оставь меня. Несмотря ни на что, я люблю тебя. Люблю. Мерзкая вкуня. Она привыкла быть дурнушкой, но все. Хватит. Доброе утро. Доброе утро, Бетти. Новый облик, блестящая карьера, идеальный мужчина, но кое-что изменить просто невозможно. Бетти возвращается. Эко-мода. Не пропустите последнюю серию в понедельник на Зоун Романтика. Девушки отдыхают. Уже знаешь? Странно. Я не видела тебя в церкви. Я просто давно знаю Лусию и ее семью. Что ты говоришь, Вероника? Ты все знала и не предупредила своих родных? Ты думаешь, они бы поверили? Они бы скорее приняли меня за сумасшедшую, положили бы в психушку или сразу бы отправили в Англию. Не могу поверить, Вероника. Ты скрывала весь этот обман? А сама знала, что над нами будут смеяться? Не вижу никакой драмы. Я даже рада, что скромная девушка дала урок этой семье, которая заботится только о внешнем впечатлении. Однако сама ты привыкла к удобствам, которые тебе гарантированы этим впечатлением. То, что ты радуешься, как нас унизили, не означает, что можно с таким безразличием относиться к боли своей матери. Конечно, мне не все равно, что случилось с мамой. Просто у нас такая бездушная семья. Не надо, Вероника, не надо. Ты знала, чем все это кончится, какой депрессией это грозит твоей маме, и все равно пошла на это. Об этом я не подумала. Роберто просил хранить все в тайне. А что здесь такого? Мама все время живет в депрессии. Что здесь нового? Что здесь нового? Если твоя мама живет в депрессии, то виновата в этом только ты, Вероника. неужели тебе все равно, как страдает рехина? Господи, Вероника, она ведь твоя мать. Это уже слишком. Все, даже Энса, мои дети, все меня обманули. Кругом одни предатели. Меня нет, оставьте меня в покое. Слышали, мистер Гордон? Меня нет. Я не буду есть, не хочу. Не хочу подходить к телефону. Не хочу никого видеть. Не хочу ни с кем говорить. Меня нет, мистер Гордон. Я ничего не хочу знать. Я вас понимаю. Вы не представляете, как я вас понимаю. Джузеппе, я поговорю со своими адвокатами, чтобы они дали официальный ход этому делу. Прекрасно, графиня, нельзя медлить. Эта преступница очень для вас опасна. Не волнуйся, Джузеппе. Все под контролем. Я должна сообщить в банк, во дворец и не давать интервью в прессу. Прекрасно. Графиня, вы должны узнать правду. Сейчас я вам все объясню. Графиня, это преступница. Нужно срочно позвонить в полицию. Джузеппе, сеньора хочет что-то сказать. И я ее выслушаю. Спасибо, графиня. Графиня, я хочу объяснить, почему все зашло так далеко. Но сначала хочу попросить у вас прощения. Я знаю, что совершила преступление. Непростительное преступление. Не мне тебя судить. Да, я знаю, что заслуживаю наказания. Хочу только сказать, что все это я сделала ради любви. У меня не было злого умысла. Графиня, посмотрите на меня. Я Лусия Треви. Вы думаете, Лусия Треви мог полюбить Хосе Симон Ландаэта? Конечно, все это было лишь моей фантазией. Но я сделала это из-за любви. Ради Хосе Симона. Но это же преступление. Я знаю, что заслужило наказание. Но поверьте, графиня, нет наказания ужаснее, чем потерять любовь всей своей жизни. А тем более, когда она была так близко. Когда к ней можно было прикоснуться. Нет наказания ужасней, чем потерять любовь отца, графиня. Никогда себе не прощу, что я его так подвела. И все из-за меня. Знаете, что? Когда-нибудь я добьюсь своей цели. Но сама, как Лусия Треви. И тогда я буду вам очень благодарна за то, что вы меня выслушали. Поверьте. Это все, что я хотела сказать. Спасибо. И поймите, я пришла не для того, чтобы просить прощения, а чтобы объясниться. До свидания. Паола. Паолита, ты должен поесть. Что с тобой? Паола, я не могу видеть тебя таким. Не надо так расстраиваться. Когда умерла моя жена, мне казалось, что рухнул весь мир. И что моя жизнь кончена. Но вот видишь, жизнь продолжается. Тем более сейчас, когда ты так нужен, Лусии. Конечно. И нам ты очень нужен. Паола. 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 Паола, что случилось? Ты меня слышишь? Почему ты не отвечаешь? Послушай, может быть, дать ему желатин? Когда дети вели себя так плохо, мы давали им желатин. И все сразу становилось на свои места. видишь, достаточно одного слова. Желатин – настоящее чудо для него. Простите, мне пора идти, поэтому я пришла сказать пока и оле. Но перед тем, как уйти, хочу вам показать это. Вы видите, что я вам принесла? Это всего лишь иголка. Конечно, вы спросите, черт возьми, зачем она принесла иголку. Сейчас я вам скажу, не волнуйтесь. Укол иголки – самое эффективное средство в мире, чтобы человек закричал. А крик – самое эффективное средство, чтобы избавиться от грусти и перестать быть тряпкой. Ну так что? Уколоть вас? Поэтому я пришел все вам объяснить, взять на себя ответственность, не скрывая своего лица, сеньора Рихина. Лица? Какого? Какую маску ты надел на этот раз? Ты пришел в качестве шофера-графини, служащего семьи Ландаэта или как кузен этой уголовницы? Я пришел, как Энса Треева, сеньора Рихина. Что тебе нужно в этом доме? Ты забыл свои вещи? Я должен вам все объяснить. Понимаю, что теперь мне сделать нечего. Но перед тем, как уйти, я хочу вам сказать, я не хотел причинить вам боль. Я не одобрял поведение Луси, а тем более не хотел, чтобы все зашло так далеко. Хватит изображать раскаяние. Тебе это не идет. Как можно быть таким нахалом? Со мной. Ведь я тебе так верила. Предоставила столько свободы. Как ты мог, Энса? Как ты посмел? Моя фамилия Треви, сеньора Рихина. Я Треви. И в наших с Лусией жилах течет одна кровь. Поймите мое положение. У нее и у меня одна семья. Твоя семья, одни уголовники. Вы заранее продумали, как влезть сюда и обмануть нас. Зачем вы так говорите? Вы же помните, как мы познакомились. В тот вечер, когда случилась авария, это была случайность. 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 Такая же случайность, как и твоя болезнь. Именно в тот момент, когда твоя кузина задумала обвенчаться с моим сыном. До каких пор ты будешь смотреть на меня, как на идиотку? Неужели вам все мало? Что тебе еще надо? Чтобы оставить меня в покое? Деньги? Что тебе нужно? Сколько? Нет, сеньор Рихина. Деньги я привык зарабатывать трудом, честным трудом. Как жаль. Жаль, что вы думаете, будто миром правят одни деньги. Надеюсь, когда-нибудь вы поймете свою ошибку. Всего хорошего. Какой идиотизм. Позволить обмануть себя этому мерзавцу. Они пытались обмануть меня и мою семью. Какой идиотизм. Я одна. Даже не знаю, где мои дети. Где Вероника? Вероника. Вероника была в том пансионе, где живет Карминья. Господи. Карминья тоже знала про этот обман. Все знали, кроме меня. И никто ничего не сказал. Мадам. Мадам, не хотите выпить что-нибудь от нервов? Простите, мадам. Простите за смелость. Но вы... вы плохо выглядите. Постарайтесь взять себя в руки. Мадам, мне кажется, что вы неважно выглядите. Сейчас я позову кого-нибудь из ваших родных, чтобы они вызвали врача. Не надо никого звать, мистер Гордон. Но, мадам... Не надо никого звать. Никто из них не скажет мне правды. Я окружена ложью и предательством. Ничего мне не надо. Но у вас есть дети, мадам. Они могут вам помочь? У меня больше нет детей, мистер Гордон. Это не дети, а стая Верон, которые хотят выклевать мне глаза. Нет, мама. Все не так. Я пришла поговорить с тобой. Какой ужасный день. Слава богу, все уже позади. Наоборот, Вильма. Все только начинается. Ты имеешь в виду свою месть? Эта нахалка попросила меня встречи. Древи? Просто удивительно, как можно быть такой бесстыжей. Надеюсь, ты не пойдешь, не так ли? Конечно. Раз у нее не вышло со свадьбы, она решила идти напролом. Каса Симона нас способна устроить западню, чтобы похитить тебя. Мой тебе совет. Найми себе хорошую охрану. Преступница. Не просто преступница. Здесь целая банда уголовников. Этот шофер, папаша-повар, который устроился на работу. Даже к Армине имеет к этому отношение. Вчера Рехина ее уволила. Что с тобой, милый? У тебя усталый вид, Хосе Симон. Может быть, поднимешься к себе отдохнуть. А я сбегу с работы и приду к тебе в гости. Я же сказал, что у меня есть дела, Вильма. Главное, чтобы ты не пошел на встречу с этой преступницей. Ведь ты не пойдешь, правда? Я пойду. Никуда вы не уйдете, мистер Гордон. Не уйдете. Вы единственный человек, который меня не предал. Все остальные чужие люди. Мама, забудь о том, что случилось. Нельзя заходить так далеко. Не подходи ко мне. Не тебе указывать, как далеко я зашла. Ты сама встала на сторону этих преступников. Переехала в их дом. Полюбила их больше, чем собственную семью. За что ты так со мной поступила, Вероника? Разве я заслужила? Это твоя месть. Мама, не говори так. Я не хотела. Не смей называть меня мамой. Забудь это слово, Вероника. Ты для меня умерла. Мама, я знаю, что не должна была... Знаю, что не должна была этого делать. Знаю, что я плохо поступила. Не должна была молчать. Но об этом меня попросил Роберто. его доводы меня убедили. Мы с тобой ссорились, но... я не хочу видеть тебя такой. Мертвые не говорят, Вероника. Повторяю, для меня ты умерла. Ну так что? Уколоть? Оставьте меня вдвоем с Карменией на минутку, пожалуйста. Хорошо, сынок. Сейчас ты получишь свой желатин. Я тебе его принесу. Рада, что ты заговорил, Паула. Пусть и для того, чтобы попросить меня выйти. Извините. Итак, Паула, в чем дело? Вы должны прийти в себя. Не представляете, как мне больно видеть вас в таком состоянии. И хуже всего оставить вас таким, потому что мне пора на работу. Только Богу известно, что меня там ждет. Нет, Карменией, вы же знаете, что бы ни случилось, это ваш дом. Или, по крайней мере, то, что от него осталось. Осталось очень много. Остались вы, а это уже половина пансиона. И вообще не надо жаловаться, ведь мы не прощаемся. Не забудьте, что ваша Хуанита и мой Пака смотрят сейчас на нас с небес. Мы же знаем, что благодаря им мы сейчас вместе. В праздники и в горе. Кармения, вы нужны мне. Простите, что так говорю, но мне нужен ваш чай, ваша улыбка, ваше веселье, ваша отвага. Со всем уважением. Вы нужны мне. Я здесь, Паула. Я здесь. И знаю, что вы тоже здесь. Мы скоро увидимся. Кто знает, может быть, скорее, чем нам кажется. Могу я вас попросить? Все, что угодно, Кармения. Боритесь. Боритесь за свою семью, как вы всегда это делали. Оставлю вам это. На всякий случай. Смотрите далее. Мария Росса. Океан отнял у нее самое дорогое. Эрнесто. Но он также вселил в нее надежду. На берег выбросило человека. Но любая фантазия вводит в заблуждение. Значит, ты провел ночь с моей сестрой. Обманул меня и обманывает тебя. Я его не брошу. На рай надвигается гроза. Калипсо. Смотрите в субботу и воскресенье на зону романтика. ЗОН РОМАНТИКА Не могу поверить. Ложная графиня. А вы, мистер Гордон, со своим нюхом, неужели так ничего и не заметили? Я всегда замечал в ее поведении какую-то странность. Что-то необычное, вызывающее, непротокольное. Она мне всегда казалась немного эксцентричной. Помните, как она потеряла во время ужина туфлю, и мне пришлось незаметно ей ее подсунуть под столом. Но я все равно не мог представить, что она ложная графиня. Хуже всего сейчас сеньоре Рехини и сеньору Хаса Симону. Бедные. Бедные? С их-то деньгами? Да брось ты. Хватит пили. Что за выражение? Хорошо. Думаю, сейчас они примут против нее меры юридического характера. И у сеньоры Кармини сейчас тоже будут проблемы. Ее отношение с той семьей не доведут ее до добра. Кармини? Мистер Гордон, простите меня, пожалуйста, за это безумие. Но я не могла прийти раньше. Кармини, насчет меня можешь не волноваться. Сейчас у тебя будут другие проблемы. Мадам Рехина ждет тебя в своей комнате, хочет с тобой поговорить. Святая Мадонна. Буду ждать тебя в своем кабинете. Хочу, чтобы ты мне все рассказала. Мне тоже нужно с тобой поговорить. Господи, не одно, так другое. Кругом сплошная ложь и обман. Везде только предательство. Извините, синьора. Синьора Рехина, ведь мир не рухнул. Мир не рухнул. Он рухнет тогда, когда поймешь, что твоя любовь никому не нужна. когда тебе заплатят ложью и предательством. Вот тогда ты поймешь. Все совсем не так, синьора. Не так. Все намного хуже, Кармини. Этого я не заслужила. Я так тебе помогала, Кармини. Я так доверяла. А ты скрыла то, что тебе было прекрасно известно. Раз все меня обманули, то лучше я останусь одна. Ты уволена, Кармини. Хочу, чтобы ты ушла из этого дома. Не желаю тебя больше видеть. Я здесь, Лусия Треви. Ты бы меня любил, если бы я была той же. Не знаю. Ты такая же красивая, как когда была графиней. Наверное, больше всего это отразилось на мне. Я только что потеряла самого любимого человека. Могу я задать тебе вопрос, Хосе Симон? Скажи, ты... 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 Что я? Ты все еще меня любишь? Да. Я люблю тебя, Лусия. Люблю. Люблю. И хочу, чтобы ты собственной жизнью заплатила мне за это унижение. Уведите ее. Как ты могла укрывать этих преступников, Кармини? Почему? Клянусь костями моего пака, сеньора Рихина, я не хотела причинить вам боль. Вы лучше всех знаете, как я вас уважаю. Но ваш собственный сын, Роберто, просил меня молчать. Он тоже носит фамилию Ландаэта, и он тоже мой хозяин. Что я могла сделать, если ваш сын сказал, что меня это не касается? На русский язык фильм озвучен компанией Zone Vision. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...